В начале весны во всем мире традиционно отмечают День Писателя. Всемирный День Писателя – это не просто профессиональный праздник тружеников пера. Это еще и повод в очередной раз помнить о роли автора в обществе. Ингар Теева, журналист газеты Нарьяна Виндер, автор гимна Ненецкого автономного округа, поэтесса, с детства увлекается писательской деятельностью. Будучи еще ребенком, в самом раннем возрасте увлеклась чтением художественной литературы. Позже появилась потребность написать художественные строки самой. «Начало литературной деятельности, да, то это глубокое детство, это когда я около пяти лет мне, наверное, уже было, потому что читать я научилась три с половиной, но, соответственно, мне захотелось писать. И я уже смастерила сама себе книжку, там стала писать, обклеила ее календариками, вот, и всем ходила. У нас был такой барак Пардалина, я всем ходила и показывала свою первую изданную книжку со своими стихами». Острые проблемы в обществе, несправедливость – вот, что волнует писательницу. Именно об этом она хочет делиться со своими читателями. «Считается, что девушки должны в первую очередь писать о любви, о цветах и прочем. Но у нас есть определенная такая гражданская ответственность, да. Я всегда считала, что поэт, он должен быть как верно настроенная струна, да, которая резонирует со всеми несправедливыми явлениями, в том числе социальными, да, которые происходят в нашем обществе. И если он отзывается на это, да, то тогда, наверное, вот это и есть искусство». Как и любой творческий человек, сталкивалась с критикой. Но это ее только закалило и дало старт для больших свершений. Да и без самокритики никуда, говорит автор. Это является главной пищей для новых творческих вершин. «Ты же постоянно растешь, ты не можешь не расти. Если тебе нравится, ты приходишь в эйфорию от своих работ, ты перестаешь расти как автор. Как только ты считаешь, что все безупречно, то все как бы на твоем дальнейшем росте можно вставить крест. По-моему, в любой сфере деятельности ответственный творец, он чуть не доволен всегда. Он понимает, что где-то он не доработал. Член Российского Союза писателей Ольга Крупенье – не только профессиональный журналист, но и талантливый автор. Многие годы она занимается писательской деятельностью, а началось все со школы. На самом деле, сколько себя помню, столько пишу. Первое очень серьезное произведение я написала, насколько я помню, наверное, в классе в шестом, в седьмом. Я написала сказку. Сказку, как теперь помню, про маленькую курочку. Которая убежала из дома и попала в какие-то неприятные ситуации, приключения какой-то маленькой курочки рябу были. Я собрала вокруг себя кучу малышей соседских и сидела, читала им эту сказку. И вот помню, как моя мама там со своими подружками сидели и умирали со смеху просто. Ольга Петровна жила и в Ташкенте, и в Санкт-Петербурге, но нигде не была так творчески вдохновлена, как здесь. Северные просторы и люди с чистой душой – вот что дает силы для написания литературных произведений. Меня, наверное, вдохновляет Нинский автономный округ, куда я приехала уже 20 лет назад. В этом году летом будет 20 лет, как я сюда приехала. И мне, наверное, нигде, никогда не писалось так легко, так интересно и так душевно, как вот здесь. Наверное, меня Север вдохновляет. Говоря об авторской деятельности, не стоит забывать и труд редакторов. Редактор работает и с формой, и с содержанием. Он является неизменным партнером для писателя и автора. Я люблю читать, в общем-то, очень. Приносит много, много разного. Что-то интересно, что-то не очень лично мне. Но в целом все тексты любопытно достаточно вычитывать. Это приятная работа. Я люблю вот так за компьютером сидеть, в общем-то, тихонько, без суеты, вычитывать, править. Ну и да, самому писать тоже, в общем-то, приятно. Даже по работе, когда просто банальные посты для соцсети, я все равно сделал пост и вроде удовлетворение получаешь. Нинецкий округ богат творческими людьми. Многие из них являются членами литературного объединения Заполярье, которое работает не только с опытными авторами, но и начинающими. Анастасия Евтысая, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Тельканал Север.